Дорогие друзья, рада всех видеть, слышать и чувствовать ваше присутствие здесь. Всех приветствую на нашем традиционном подкасте HR API, не храпи, да, мы его записываем и выпускаем в рамках подготовки конференции HR API, которая пройдет совсем-совсем скоро. Если вы успеете послушать этот выпуск до того, как наступит 14-15 июня 2024 года, как раз дни проведения конференции, то поспешите купить билеты, и будем рады вас видеть в оффлайне и в онлайне. Если же вы не успеете купить билеты, то будем ждать вас на следующих наших конференциях. Подключайтесь, участвуйте, классное HR-сообщество. И сегодня как раз в рамках обмена полезным опытом с одним из членов нашего HR-сообщества, Софьей Пчелимовой, я, Алена Петрова, компания Payler, будем обсуждать тему, о которой, как мне кажется, никто не говорит. Она как будто бы не существует в информационном поле, но на самом деле она, как я люблю говорить, животрепещущая. И мы сегодня об этой неудобной теме, которая никогда не поднимается на свет, мы сегодня с Софьей будем говорить. Но прежде чем мы перейдем, собственно, к теме адаптации HR-ов, я попрошу Софью представиться, немножко рассказать о себе и поделиться, почему же мы сегодня выбрали такую тему, что в ней такого актуального лично для тебя. Софья, расскажи, пожалуйста. Да, всем привет. Действительно, тема очень животрепещущая, и я могу тоже поддержать, Ален, тебя, что действительно, по моему опыту, как-то о ней нечасто говорят, и как будто бы она такая немножко табуированная. Но, тем не менее, сегодня будем в ней разбираться, делиться опытом. У меня есть чем поделиться, у тебя, я думаю, тоже есть какие-то интересные кейсы. И будем совместно помогать сообществу справляться с адаптацией в новой компании, в новой команде и так далее. Давай расскажу немножко о себе. Я в HR работаю уже более 15 лет. Работала в сферах FMCG, в логистике, работала в диджитал-маркетинговом агентстве, поработала в медицине и сейчас работаю в IT-компании. Я работаю в роли HRBP. Компания называется «Умно-диджитал» и занимается тем, что продвигает и придумывает инновации в сфере транспортной логистики. Вот. Что ещё могу про себя дополнить, да, я тот человек, который всегда за развитие команд и, собственно, в том числе поэтому тема адаптации мне, она очень близка. Помимо всего прочего, я карьерный коуч и консультант, я HR-маркетолог и психолог по образованию. Вот это, если коротко про меня. Ну, что касается самой темы, да, я, оглядываясь на свой опыт, да, могу сказать, что адаптация, она ведь не только связана с воспитательным сроком, да. Часто бывает так, что мы, например, не только приходим в какую-то новую компанию, к новому там руководителю, да, в новую команду, а бывает такое, что, например, выходишь из декрета, приходишь уже совершенно часто новую команду, да, компания могла за это время немного поменяться. И снова ты вступаешь в период адаптации. А если в компании происходят какие-либо изменения, реорганизация или меняется, например, руководитель, меняется команда, на самом деле адаптация, она и здесь тоже начинается. И я бы хотела сегодня говорить об адаптации в широком смысле слова. Понятно, что когда мы на испытательном сроке, это самая такая острая тема. Но не будем забывать, что адаптация случается с нами, как со специалистами и в разные другие периоды нашей карьеры. Вот это, если коротко. Здорово. Сегодня мы, благодаря твоему такому достаточно богатому бэкграунду, у тебя такая насыщенная квалификация, ты карьерный консультант, да, наверняка к тебе приходят, может быть, с такими вопросами. И HRPP, и в разных компаниях поработала, много чего повидала, наверняка. Сегодня попробуем с разных сторон на это посмотреть. Нас, безусловно, смотрят и слушают и фаундеры, и топовые руководители компаний, но все-таки их гораздо меньше, чем, собственно, HR-ов. Поэтому сегодня девиз нашего подкаста «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих». Поэтому будем рассказывать, наверное, делиться опытом, рассказывать про свои всякие истории. Как же все-таки сделать так, если вдруг, да, так получилось, что вот как-то адаптация не сильно была продумана конкретно для вас, как для HR, но, безусловно, вы тоже можете на это повлиять, что-то с этим сделать. Вот, поэтому я думаю, что сегодня будут такие истории, когда вы еще подумаете, о, у меня адаптация-то была еще, ничего себе. Потому что и у меня, и у Софи есть кейсы из серии «Нарочно не придумаешь». Обязательно с ними сегодня посмотрим, да, обсудим их и поделимся друг с другом. А вообще, как ты считаешь, почему, ну, вот мне кажется, что, да, нас поддержат сейчас абсолютно все наши слушатели и зрители, такое ощущение, что HR-ы самые недоадаптированные. Вот я не знаю ни одного HR-а, даже кто, может быть, ко мне приходил в команду, это всегда из разряда «давай быстрей, быстрей, быстрей», потом ты просто опомнился, да, что уже 8 месяцев работает сотрудник у тебя, и, а, ну, адаптация, да, слово знакомое, где-то слышала. То есть мы адаптируем всех, кого угодно, кроме самих себя. Как ты думаешь, почему вообще так получается, если еще кто-то, кто так же недоадаптирован, как HR-ы? Да, Ален, верно, абсолютно подметила. С одной стороны, мы как HR-ы, да, и как люди, которые адаптируют команды, да, там, продумывают процессы, там, какие-то программы адаптации сочиняют, да, тестируют и смотрят, чтобы это все хорошо проходило для наших новых сотрудников. С другой стороны, про себя как будто бы мы забываем. И, действительно, есть такой тренд, который я, ну, наблюдаю, на самом деле, и по себе, и по коллегам, с которыми общаюсь, что есть желание, вот ты пришел в компанию и сделать сразу все, сразу много, успеть там, не знаю, календарь забит обычно под завязку, задачи, 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 задачи. А про самое-то, в общем-то, главное на испытательном сроке, к примеру, да, часто HR-то и забывает за большим пулом задач, которые нужно решить. Это с одной стороны. С другой стороны, давайте будем честны, когда мы приходим в компанию, периодически бывает такое, что мы приходим на ноль, да, то есть, как бы, процессы есть, но они идут, скажем так, подспудно, не сформулировано, да, то есть, никто для нас какую-то почву чаще всего не готовит. И предполагается, что когда мы придем, да, мы сами это все быстренько и выстроим, да, ну, мы же HR-ы, как же иначе-то, вот. И в связи с этим, да, и в связи в том числе, наверное, с тем, что, ну, не принято в сообществе как-то об этом говорить и делиться опытом, да, бывает такое, что действительно про собственную адаптацию мы немножечко забываем. Но мы не одни такие, потому что на самом деле есть другие категории сотрудников, да, которые тоже, которым тоже достается, да, это, например, руководители подразделений, это даже CEO, да, то есть, чтобы адаптировать CEO в новой компании, в новой команде, нужно хорошо постараться. И, к сожалению, часто это, ну, пускается на самотек, потому что, ну, вроде бы, как мы наняли же руководителя. Мы наняли руководителя, чтобы он рулил. Вот пусть идет и рулит, в том числе собственной адаптацией. Вот у нас есть сайт, на нем написано о том, что это за компания, вот у нас оргструктура, вот, пожалуйста, разбирайся. Ну, на самом деле, это такой подход, который, к сожалению, не ведет, никак не помогает быстро адаптироваться человеку, да, и специалисту. И ожидание, что к окончанию испытательного срока, например, да, человек выйдет на необходимый уровень продуктивности, эти ожидания могут не оправдаться. Да, поэтому, конечно же, нужна помощь и поддержка в этом непростом процессе. Соглашусь с тобой, и вот помню, что в одной компании у нас директора персонала холдинга сказала, как будто бы такую очень простую и очевидную вещь, но она как-то мне так в памяти вот осталась до сих пор, сколько лет уже прошло, что во время адаптации человек, новый сотрудник, собирает плюсики и минусики. И в это время все, что он видит, воспринимается гораздо ярче, особенно негативные моменты, чем это, если бы было в какое-то другое время. Грубо говоря, сотрудник зашел на кухню и увидел грязные кружки. Вот если бы он год работал в компании, он бы решил, ну вот, опять оставили, да. А так как это его там первый, второй, третий рабочий день, не знаю, в зависимости от, он думает, ой, ничего себе тут, какие люди-то, на все им все равно, да, они там за порядком не следят и так далее. Вот, это может очень сильно повлиять на человека, а когда это HR, по моему субъективному мнению, HR должен максимально верить в компанию, максимально, потому что потом он будет ее представлять на рынке. Если он собирает вот таких плюсиков слишком много, ты приходишь, да, там куча стресса и все на свете, вот эта вера, она очень быстро рассыпается, и очень тяжело выходить к кандидатам, например, или там с сотрудником разговаривать в это время. Да, я с тобой согласна. И на самом деле есть еще одна тема, да, адаптации, да, кто помогает в адаптации? В адаптации помогает внутренний наставник, как правило. И здорово, когда такой наставник есть. В компании бывает такое, что есть там система наставничества или менторства, например, да, и когда ты приходишь в компанию, уже у тебя есть там, ну, может быть, бади, может быть, это еще и наставник, и ментор заодно, вот, но бывает, что такого нет, такого не случается. Вот у HR-ов, на мой взгляд, часто такого нет. Но, возвращаясь к нашему лейтмотиву «помоги себе сам», такого ментора или наставника можно проактивно найти внутри компании. Не обязательно это будет ваш непосредственный руководитель, возможно, это будет там руководитель какого-либо подразделения, либо какой-то ведущий специалист, который будет вас и вводить в курс дела, да, ну и поддерживать в те моменты, когда минусиков у вас начинает копиться гораздо больше, чем хотелось бы, вот, и будет рассказывать о том, что на самом деле это минусы, может быть, не такие значимые, и будет обращать фокус вашего внимания на плюсы. И тогда, безусловно, у вас будет появляться и больше энергии, и мотивация, да, и разговаривать про компанию, да, и что-то делать для неё в том числе. Соглашусь, вот, я помню, когда я только пришла в IT-сферу в 2019 году, ощущение, что это было лет 20 назад на самом деле. Я помню, вот, сейчас все, кто смотрят нас и слушают нас, наверняка за какие-то глаза, может быть, посмеются, но это была классическая история, лирическое отступление. До этого в моей прошлой компании, которая вообще не была ни разу не IT, возникла уже под конец моей работы там вакансия разработчика. Мне написали огромную простыню требований, навыков. Вы будете сменцы, дорогие друзья, но я взяла этот список, пошла к своим знакомым айтишникам и сказала, ребята, я не прошу даже объяснять, что это, вы мне хотя бы напишите, как это произносится, потому что я думаю, что многие поймут, да, что ИИ, например, ну, впрочем, ворк, никто не знает на самом деле, как он правильно произносится, ну да ладно. Вот, и когда я пришла работать в IT, ну, бэкэнд от фронтэнда я отличала, но с трудом, но языки программирования, фреймворки или что-то, это для меня просто было совершенно какой-то новый мир, а к тебе на второй день буквально прибегает руководитель юнита и говорит, так, мне, значит, 10 фронтэндеров, 5 бэкэндеров, языки вот такие, и чтобы на реакции, и на ангуляре тоже надо, и ты сидишь просто трясёшься, а тебе, ты же ИЧА, тебе надо делать лицо. Конечно, разумеется, я всё поняла, потому что, господи, что это такое, кто-нибудь, и ты ни у кого не можешь спросить, потому что, ну, твои подчинённые явно не оценят такую искренность, вот. И мне тогда очень помогли два моих ментора. Один был за пределами компании, и это тоже ресурс, который я могу посоветовать использовать, да, если внутри компании, ну, может быть, вам как-то неудобно, может быть, вы ещё как-то не сонастроились с коллективом, и непонятно, кого попросите помощи. Можно попробовать найти такой ресурс извне. И вот, а второй мой ментор был внутри компании, поэтому, пользуясь случаем, хочу передать привет Тимуру Хайрулину и Жене Пашкевичу. Спасибо вам большое, что вы были рядом со мной в это время, помогали мне держать лицо, и никто не узнал, что я на самом деле ничего не понимаю, и плачу вечерами в подушку. Вот благодаря вам, моя адаптация в IT, она прошла гораздо легче, гораздо легче, чем могла бы пройти. Вот, поэтому не стесняйтесь, обращаться к более опытным коллегам. Это не всегда может быть, соглашусь, да, это не всегда может быть вообще HR. Вот, периодически там в каких-то чатах вижу, но очень редко на самом деле, такие запросы. Мне кажется, что вообще это хорошая история. Если честно, у меня даже была идея создать такой сервис супервизии и менторства для HR, вот, потому что мне кажется, что это могло бы быть очень полезно, да. А у тебя был какой-то очень жёсткий кейс адаптации, прям вот, чтобы вьетнамские флешбеки? Ну, смотри, по моему опыту, самая сложная адаптация, это когда тебе нужно не только самоадаптироваться, да, но и помочь команде адаптироваться под меняющиеся условия, да. Что это может быть? Это может быть и организация, это может быть смена собственника, это могут быть какие-то другие внутренние изменения, которые влияют, ну, в общем-то, на всех. А градус всего этого добавляет, естественно, если ты сама в этот период находишься в адаптации, и для тебя и компания, и команда новые, да, то есть это тут нужно просто там подниматься просто на совершенно на другой уровень абстракции, да, с одной стороны, с другой стороны человекоцентричности и бизнес-ориентированности с третьей стороны, да, чтобы весь этот процесс прошёл максимально бесшовно. Вот. Давай я, наверное, ещё добавлю про ментора, да, про ментора ты сказала, что у тебя был внешний, я хочу тоже поделиться, что я очень за внешнего ментора в том числе, потому что в моём случае одного из периодов адаптации, который у меня был, мне ментор очень помог, да, очень помог тем, что дал немного другую перспективу, немного другой взгляд на ту ситуацию, которая у меня складывалась, на мои цели и задачи и так далее. То есть я пришла такая вся бодрая, горящая, ну, как многие HR, да, когда выходят в новую компанию, хотим там сто-пятьсот целей закрыть, желательно как раз за три месяца испытательного срока, давай-давай, быстрей-быстрей, но ментор мой мне сказал, эээ, подожди, изи, полегче, у тебя есть ещё одна очень главная задача на этот период, да, это адаптироваться самой, и это непростой период, это непростая задача, удели этому отдельное внимание. И это на самом деле было очень ценно. Вот. Ну, возвращаясь к нашим кейсам тяжёлых ситуаций, Алена, возвращаю тебе вопрос, может быть, у тебя тоже есть что-то интересное? О, да, у меня был такой двойной кейс, можно сказать, да, и как у HR, и как у руководителя. Вот я помню, когда я училась в стратоплане, там была такая очень ценная мысль, после которой я такая, ах, вот оно что. Потому что я училась уже после того, как эта ситуация произошла. Они говорили про то, что очень важно, когда приходит новый руководитель в команду, очень важно произвести легитимную передачу прав. То есть это должен быть либо руководитель сверху, который скажет, а теперь это вот наш новый, и так далее. Да, либо предыдущий руководитель, или это как-то делать. Чтобы для команды это было как-то очень органично и понятно, а не то, что там пришел какой-то новый человек, завоевал власть, там, давайте его все ненавидят, ну, вот ровно так у меня и произошло. Я пришла, готовая команда, предыдущие руководители, руководительницы, если быть точнее, уходила в декретный отпуск. Это, безусловно, это, это, такая, должность новая в ее карьере. и вроде как, во всяком случае, мне это озвучили, да, что с ней есть договоренность, когда она вернется в компанию после декрета, она займет другую позицию, любую другую, ей пойдут навстречу, все будет здорово, и так вопрос про вторичную адаптацию. И то ли она не была согласна с этой установкой, то ли, ну, в общем, я не знаю, это до сих пор для меня большая загадка, но в итоге получилось так, что команда была настроена против меня, они воспринимали меня как временного руководителя, это прямая цитата, и когда я по наводке, собственно, фаундера начала драйвить изменения, для них это было как насилие над личностью, над устоявшимися порядками и так далее. В итоге полгода, это страшно, потому что считается, да, что адаптация идет полгода, и вот ровно полгода у меня происходила вот эта вся история. Там было все, там был и саботаж, и какие-то разговоры за спиной, и не просто разговоры, а там прям такие долгоиграющие многоходовки вышли. В общем, страшно вспоминать, если честно. И я вот потом уже, когда делала работу над ошибками, я поняла, что надо было, может быть, как-то нам с ней об этом договориться или еще что-то придумать, потому что, по большому счету, я попала в задачку не то чтобы со звездочкой, а с тремя звездочками, потому что мало того, что это IT, это новая команда, новые там порядки, еще новая культура абсолютно, и еще и вот вот эта непонятная передача прав власти и всего на свете. В итоге, конечно, все замечательно закончилось, все стали нормально жить и работать, но ушло очень много времени, сил, нервов и денег на психотерапевта, поэтому я очень оберегаю тех, кто идет в похожую ситуацию, что прям хорошо надо вот этот момент проработать с SEO, с фаундером, кто будет ваш непосредственный руководитель, чтобы и команду, и компанию, на самом деле, очень сильно штормит от таких вещей, потому что HR, они, во-первых, всегда на виду и всегда как-то больше к ним внимания, потому что они, ну, я считаю так, что это действительно носительная ДНК компании, и вот если уж у HR-ов там что-то не ладно, ну, значит, все, тушите свет, уже ничего хорошего в этом мире произойти не может. Да, Алена, спасибо большое, что поделилась, я на самом деле хочу добавить немножко к твоей истории, что действительно вот это вот официальное, ну, может быть, это не очень официально, да, но легитимная передача прав, то есть, если, допустим, меняется какой-то ведущий, да, сотрудник, например, HR-D в компании, то хорошо, когда SEO, например, да, представляет нового человека, рассказывает о нем, показывает команде свое отношение к этому человеку, если предыдущая HR-D тоже может что-то хорошее на пусте сказать, это всегда большой плюс, потому что, ну, вот я от коллег слышу, да, которые проходят адаптацию, они говорят, что бывает такое, что когда меняется HR, HR априори воспринимают негативно, да, как человека, который сейчас будет всех увольнять, будет менять процессы, там еще что-то будет делать не очень приятное, поэтому вот такое представление от самого старшего человека в компании, это, безусловно, плюс, да, и это будет работать только, ну, на и репутацию, да, и на лучшее вхождение в должность, более легкое. Я, кстати, могу рассказать микроскопическую смешную историю на этот счет, это вот как раз про твой поинт на тему отношения на руководителя к новому HR, когда я пришла в мою текущую компанию, у нас был какой-то стратегический созвон, руководители, продакты, много народу, и один такой первый созвон, он был регулярный, на первом созвоне наш фаундер говорит, вот это Катя, она вот этим занимается, это Леша, он вот этим занимается, а это Алена, наше все, я думала, вот и, вот и хорошо, вот здесь мы, вот здесь мы приживемся, все будет отлично, спасибо ему большое за это. Да, супер, отлично. А у тебя был какой-то, я не говорю про позитивный опыт адаптации, это, наверное, вызовет рекламную паузу в нашем подкасте, пока мы отойдем поплакать, но, может быть, был в какой-то компании для тебя, вот, может быть, самый малюсенький момент вообще во время твоей адаптации, когда ты подумал, блин, как классно, как здорово, как тепло, как приятно. Ты знаешь, наверное, это было общение с внутренним наставником, да, потому что если брать кейс, когда моя адаптация пришлась на непростой период для компании, то вот эта вот поддержка наставника, она была вдвойне ценна, да, потому что можно было задать не только какие-то вопросы по процессам, да, но и немножко эмоционально тоже разгрузиться, да, получить какую-то поддержку. Поэтому, коллеги, еще раз призываю, если у вас официально не назначено для вас какого-то наставника или ментор, а найдите такого человека внутри компании, это будет вам всегда большая поддержка. Я, кстати, всегда использую такой как инструмент, что ли, я не знаю, насколько это вообще широко распространено, но, и когда мне доводится участвовать в подборе, я всегда готовлю кандидатов к финальному этапу, самым-самым-самым руководителем, смотря, кто по должности полагается, я всегда прямо рассказываю, он вот такой или там она, да, любит вот это, любит, грубо говоря, аналитику, да, любит, когда цифры, конкретные результаты, ну, кто не любит, понятно, вот там, вот рекомендую вам выставить общение вот так, вот так и вот так. То же самое на этапе адаптации. Когда я рассказываю сотруднику про его руководителя, его коллег по команде, я стараюсь ему ну, хоть пару-тройку слов про каждого сказать, чтобы у человека было понимание, кому, как находить подход, да, чтобы сократить вот эту дистанцию и чтобы у него как будто бы вот самому по себе все здорово, вот прекрасно получилось. Это тоже, кстати, такой лайфхак, если будет ментор у вас внутри компании, не стесняйтесь спрашивать, да, а кто вот, а он какой? А как к нему найти подход? Вот что он любит? Чем его можно зацепить, расположить к себе? Да. Тоже хороший, кстати, такой способ. А как ты считаешь, вот во время адаптации, ну, давай во время там специального срока адаптации, неважно, первые месяцы HR-а в компании, его все-таки цель ключевая или цели, какие они, как ты считаешь? Ну, здесь смотри, можно брать широко, да, на самом деле понятно, что за испытательный срок нам как специалистам важно показать экспертизу, да, что компания не зря сделала выбор в нашу пользу и показать действительно, что мы эксперты в своей сфере, да, и постараться что-то интересное и хорошее сделать для компании. С другой стороны, понятно, что не нужно забывать про собственную адаптацию и часть этой адаптации это не только просто там понять какие процессы, там, сколько у тебя человек в команде, кто чем занимается, но большая часть этого процесса, да, это выстраивание отношений, да, выстраивание отношений не только с ребятами, которые там будут приходить потом с вопросами, но и с коллегами, которые принимают решения в компании. И испытательный срок это прекрасное время, да, чтобы сделать вот такие вот, может быть, легкие заходы, small talk, да, чтобы познакомиться с максимальным количеством людей, которые, с которыми потом, возможно, придется сотрудничать. вы таким образом выстраиваете там какую-то ниточку доверия, будем так говорить, которая, возможно, вам в будущем поможет продвигать свои инициативы, возможно, те люди, с которыми вы так легко и просто сможете познакомиться на испытательном сроке, потому что вы новичок, и вам всегда есть о чем поговорить с людьми, которые дольше работают в компании, возможно, эти люди потом станут для вас спонсорами ваших инициатив, да, и помогут вам какие-то, ну, если не продвинуть какие-то идеи, да, но чем-то вам в сложной ситуации подскажет. Звучит отлично. Да. Лишь бы так оно всегда и было, да. Но на самом деле в одной компании меня так целено испытательный срок и поставили. Их было три, я запомнила, правда, только две. Третья, наверное, была какая-нибудь там из-за разряда там, ваканси, какие-нибудь закрытия. Но две эти я запомнила заслужить, доверие основных стейкхолдеров, руководителей там, юнитов, отделов и совершить маленькое чудо для каждого. Прямо вот по Макаренко, как положено. Ну, в целом, наверное, получилось, во всяком случае, с большинством выстроить такие доверительные отношения. И, кстати, хотела бы сказать, что HR, когда адаптируется, вот, опять же, мое мнение, вот эта социальная какая-то структура для них как будто бы еще важнее, чем для всех остальных. То есть, условно, разработчик, находясь в своей продуктовой команде, в целом, может общаться с вот этой командой и окей. HR должен со всеми общаться, кто ему попадает в поле зрения, ну, там, в зависимости уже, опять-таки, от должности. И я вот в одной компании для себя такой лайфхак выделила, что надо вписываться в максимально возможное количество движух. Вот играют ребята в настолки, я туда, там, я не знаю, вот ребята пошли там поиграть в настольный теннис, меня запишите. И я благодаря этому, во-первых, разные целевые аудитории тогда пощупала, да, вот тут там интеллектуалы, вот тут настолочники, тут шахматисты, тогда любители поесть, там я, конечно, председатель. Вот, да, и благодаря этому не только там целевые аудитории разные посмотрела, но и с максимальным количеством сотрудников познакомилась очень быстро, потому что это все равно не рабочие задачи, да, там сидим, что-то обсуждаем, и получилось очень здорово. А у тебя какие-нибудь такие лайфхаки уже, как у опытного HR-а есть? Да, кстати, супер, спасибо, что поделилась, да, вот этого темы, действительно, вписываться во все движухи, какие есть, да, в неформальные в том числе, вот, это очень помогает интегрироваться в команду и понять лучше ту команду, компанию, да, людей, в которые ты пришёл. Я хочу продолжить тему маленького чуда. Вот смотри, мы с тобой уже немного поговорили, да, вот это вот желание бурной деятельности, да, когда ты приходишь в компанию, хочется много всего сделать. С одной стороны, это желание может быть у тебя, с другой стороны, если, например, у тебя руководитель, собственник там, или, ну, пускай СЕО, да, он тебе ставит цели и задачи. Иногда эти цели и задачи можно коротко описать, пожалуйста, сделай нам за три месяца то, что никто не мог сделать за три года или ещё дольше. Вот, и здесь с одной стороны, я думаю, мы все понимаем, да, что нужно управлять ожиданиями в определённом смысле этого слова, но с другой стороны, мы же знаем, что нам нужно ещё и результат какой-то показать. Поэтому есть такой лайфхак поговорить с основным стейкхолдером, да, там это может быть тот же ваш непосредственный руководитель, либо руководитель подразделения, для которого вы собираетесь какую-то инициативу делать, и выяснить, что же больше всего болит, да, у этого руководителя, какая из обширного выбора HR-тем, для него самое важное. Выбрать эту тему и подумать, что вот в рамках, например, испытательного срока этих трёх месяцев вы можете сделать, чтобы показать, чтобы показать какой-то результат, да, это не должно быть там пятилетку за три года, да, это должно быть что-то реалистичное, да, реалистичное с конкретным результатом и конкретной ценностью, которую вы принесёте компании за это время, и предложить поставить себе вот именно вот эту вот цель, да, какую-то ограниченную, но очень важную, в цель и задачный, испытательный срок. Это так называемые quick wins, да, то есть быстрые победы, которые можно одержать, при этом и продвинув себя как специалиста, проявив себя и помогая компании. Вот это вот к вопросу о маленьком чуде для каждого стейкхолдера. Я могу добавить вот к твоему утверждению про за три месяца то, что не смогли другие за три года и к руководителям каких-то юнитов и отделов. Я бы, наверное, добавила вот два таких лайфхака. Ну, не знаю, это не лайфхак, это, наверное, норма, да, но иногда мы про это забываем, потому что сама наша профессия предполагает решение проблем постоянно, каждый день. Первое, прежде всего, сделать аудит, даже если вы вот рекрутер компании на 30 человек и вам кажется, что как будто бы вот что-то аудировать, и так все понятно, все на ладони. Пусть это будет два дня. Повстречайтесь со всеми, на кого ваша работа будет влиять, спросите их, вот чем можете помочь, какие проблемы и так далее. Не надо всех спусать, это понятное дело, но посмотреть с разных точек зрения на одну и ту же роль в компании очень полезно, потому что я замечала, часто бывает такая ситуация, что директор компании в силу своего вертолетного видения может не всегда погружаться в детали, и иногда он ставит цели на испытательный срок, отталкиваясь от того, что видит он, а на самом деле на производственном этаже там совершенно другая картинка, и очень полезно иногда посмотреть и может быть даже скорректировать цели, потому что оказывается, что приоритеты вообще совершенно другие. А второе, не торопиться, не пытаться вот все объять сразу за три месяца, вообще все проблемы порешать, потому что может быть и никто не ставит цель, да, сделать нам за три месяца то, что другие не смогли за три года, но может быть слушает и смотрит нас кто-то с кем мы кармические soulmate, вот я такая, то есть я могу помереть на работе, но мне надо вот всех спасти, всем нанести радость, ну сейчас, наверное, уже всего возраста я бы спокойнее стала, вот, но да, в целом есть ощущение, что я отвечаю за все, значит мне надо все быстро, немедленно прямо сейчас, пока не взошло солнце, вот, аудит и не торопиться, и в целом это очень хорошо помогает, потому что помните, еще такая, есть важная вещь, что вы на испытательном сроке, в том числе, перед адаптации, задаете определенную планку, если вы успеете порешать 27 тысяч проблем, что вы будете делать потом, потому что коллеги зададутся вопросом, отчего это наш новый HR был такой весь энергичный, молодец, а тут что-то как-то уже, вот. Ну да, здесь на самом деле есть еще такая тема, да, которую тоже хочу затронуть, она связана с тем, что делать, вот когда ты приходишь, например, в какую-то большую компанию, или там сложные там взаимоотношения, структура сложная, да, как сделать так, чтобы во всем потоке информации, которые коллеги захотят тебе выдать, там, в бешеном количестве папочек, документов, еще чему-то, в этом вообще во всем не потонуть, как запомнить, кто за что отвечает и так далее. Здесь на самом деле я рекомендую не пренебрегать, да, тем, что есть такие прекрасные инструменты, как Мира или Notion, да, или даже любой Mind Map, он вам поможет, да, прям вот берите и пользуйтесь с первых дней, это поможет вам достаточно легко потом и извлекать информацию, и лучше ориентироваться, да, в компании, и в том, что вам уже рассказали, к кому обратиться и так далее, и тому подобное. Поэтому берем на вооружение все последние новинки. Все тулы, которые есть. Согласна. И я думаю, что вот пришла мне в голову сейчас такая мысль, она на самом деле очевидна, но почему-то мы про нее не поговорили до сих пор. На самом деле, адаптация HR-а это отличная гемба, она же гембуцу, да, то есть когда мы спускаемся вот на производственный этаж, тот самый, это же супер-классная возможность. Вы пришли в компанию, вы ничего, по сути, не знаете, и все то, что вызывает у вас вопросы, вызовет вопросы и у следующих новичков. Используйте это для того, чтобы наполнить мира, notion, конфлюенс, все остальное информацией. Потому что вполне возможно на все те же самые грабли будут наступать все остальные, и вместо того, чтобы думать, что им там в этой вики написать, можно прямо на себе это протестировать. Это тоже очень полезно. И заодно можно внести какие-то интересные изменения и в процесс адаптации, да, можно взять это как такой проект, условно, на испытательный срок. Все равно какие-то небольшие вещи, скорее всего, вы заметите и сможете улучшить путь вашего нового сотрудника в этот период времени. Вот. Я, знаешь, я хочу еще, знаешь, какую тему затронуть, да, тоже говоря про лайфхаки. Бывает такое, что приходишь в компанию, а тебе передают какую-то, например, часть работы другого сотрудника. Вот. Ну, там, в связи с расширением или еще с чем-то, да, и тут бывает такой момент, да, такой, который по-хорошему нужно выяснить на берегу. В итоге, кто за что отвечает, да, согласен ли тот сотрудник тебе передать ту часть дел, которые вроде бы как руководитель сказал, что нужно делать. Вот. Вот. И я рекомендую, в общем, с такими встречами не затягивать и все-таки, ну, определяться вот в первые буквально там дни, да, с тем, какой фокус у вас будет, на какие задачи и где, собственно, границы вашей ответственности. В целом, да, хорошо работать для данной ситуации матрицы раси-даси, так называемые, да, когда можно ответственность расписать очень хорошо, кто что согласует, кто что делает, кто запускает процесс, да, даже если эти аббревиатуры, там, вгоняют в ступор ваших коллег, это ничего страшного, можно тихонечко просто взять это за основу и расписать для себя и потом представить коллегам, да, как это все будет работать. Так что, в общем, рекомендую еще и такой инструмент использовать. Вообще, не стесняйтесь, это единственное, как мне кажется, что можно взять у, не будем называть, ну, да, ну, у тех, кто стоял в самом начале инфобизнеса, вот, у них есть такой метод, когда ты не хочешь называть какой-то инструмент, ну, KPI, например, да, или OKR, не хочешь называть, ты можешь придумать свое какое-то название, вот, если особенно разработчиков других людей с высокой душевной организацией, пугают все эти термины управленческие, так придумайте что-нибудь своим, просто на ингрид туда запихайте под газетку и, возможно, они не заметят, когда заметят, будут уже поздно. Ну, главное, чтобы работало, да, чтобы работало так, как вы это задумали, да, и приносило определенную пользу. Да, совершенно точно. Да. Как ты думаешь, вот, возможно, это некая мания величия, но мне кажется, что HR больше других склонны к выгоранию, и мне кажется, что если использовать вот этот подход, про который я говорила, да, объять необъятное, все сделать, всех спасти и так далее, то как будто бы не то, что за три месяца или за шесть месяцев можно сгореть, можно и за месяц при должном старании, но тем не менее, как будто бы адаптация, особенно если на нее налагаются дополнительные какие-то факторы, реорганизация компании, реструктуризация, там, МНД какой-нибудь условный или что-то еще, то это усугубляет ситуацию. Как ты считаешь, что еще можно сделать, чтобы на этом этапе не выгореть? Да, очень важная, на самом деле, тема такая, с одной стороны, много кто говорит про выгорание, да, и сейчас гораздо более серьезно относятся к этой теме, чем это, например, было там в доковидные времена, вот, и на самом деле тема такая, что, безусловно, когда вы проходите период адаптации, вы помните о том, что это непростой период, и то, что нужно в определенном смысле заботиться о себе тоже. здесь, ну, если брать такое summary из наших лайфхаков, да, о которых мы проговорили только что, можно сказать, что, во-первых, да, нужно управлять ожиданиями руководителя, да, от вас, с другой стороны, нужно вообще, в принципе, управлять ожиданиями вас самих от себя, да, и не ожидать, что вы там, не знаю, горы свернете за три месяца, можно горы свернуть за три месяца, но когда вы себя потом обнаружите в нерабочем состоянии, да, и поймете, что нужно после этих трех месяцев брать, условно, полгода отпуска, ну, зачем такое надо, вот, а с третьей стороны, да, это, безусловно, управляйте своими ожиданиями от компании, да, то есть мы понимаем, что все компании разные, где-то процессы настроены хорошо, где-то не очень, да, просто немножечко снижайте планку и говорите себе, что, ну, да, вот здесь вот можно лучше, я могу, я знаю, как это сделать, давайте запланируем на определенный период времени, когда мы этим займемся. Здесь, конечно же, важна будет поддержка и ментора, если вы практикуете там поход к внешнему ментору, там, к коучу, к психологу, к терапевту, не стоит, как бы, как сказать, прерывать эти сеансы, да, это будет только в плюс, но здесь я бы хотела еще сказать такую, на мой взгляд, важную вещь, которой редко сейчас, да, в принципе, редко, наверное, уделяется внимание, потому что у адаптации, у нее есть тоже определенная динамика, да, немного похоже на кривое обучение, но тем не менее, да, сначала вы на эйфории, там, приходите в новую команду, новую компанию, как мы уже говорили с Аленой, да, хотите свернуть горы и так далее, а потом вы начинаете немножечко понимать, там, что, грубо говоря, все просто так перенести из вашей прошлой компании в эту компанию не получится, там есть свои нюансы, да, свои какие-то правила, да, контекст может быть другой, и вы начинаете немножечко спускаться, так, на такое донышко, будем так говорить, да, настроение начинает падать, кажется, что, ну, может быть, вы недостаточно хороши, может быть, компания ошиблась, может быть, вы ошиблись, и вот пока вы на этом донышке, да, тут вот как раз очень важно понимать, что подъем-то вам все равно потом будет, надо просто это донышко пройти и понять, кто и как вам может в этой ситуации помочь, здесь же опять же, те же самые менторы, да, там возможно разговор с вашим руководителем, там поделиться своими мыслями насчет того, что происходит в компании, как вы видите, как это все должно работать и так далее, ну, просто держать в голове то, что, ну, как бы вот эта вот кривая, она все равно будет, она будет вообще в любой адаптации, неважно, на испытательном сроке, адаптация к новой команде, к новому руководителю, там что-то у вас поменялось, реорганизация произошла, скорее всего тоже вы примерно ту же самую траекторию испытаете, просто знайте, что, ну, вот оно так работает, да, главное на донышке сильно не задерживаться, да, и выходить скорее на подъем и на плато. Спасибо тебе большое, это такой жизнеутвердающий, какой-то посыл, я не знаю, просто во вселенную, это как какой-то луч света пошел, да, и это очень здорово, что мы именно на такой ноте заканчиваем, я бы, наверное, последние буквально пару слов хотела сказать, не забывайте праздновать свои успехи, маленькие победы, каждый день хвалите себя, и говорите, я чемпион или чемпионка, я классно справляюсь, все здорово, и завтра будет еще лучше, и на этом прекрасном моменте я хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя, это Софья Абчуримова. Спасибо тебе большое за то, что ты сегодня столько ценного и важного принесла в этот подкаст, поделилась своим опытом, и я напоминаю, что у нас проходят конференции, теперь уже два раза в год, и совсем скоро начнется подготовка к осенней конференции, мы будем ждать ваши заявки как от спикеров, и будем ждать вас как участников, ждите новостей, следите за анонсами, с вами были мы, Софья Абчуримова, и я, Алена Петрова, всем спасибо, и до новых встреч. Алена, спасибо большое, что позвала. Коллеги, пусть все будет хорошо, не забываем про адаптацию, не забываем про себя, и приходим на конференцию, делиться опытом и набираться новой информацией от коллег. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok